МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан в годы своего становления напомнил путника, который прокладывает колье в снежном буране. Вокруг не видно низги. Непонятно, что ждет завтра, в каком направлении двигаться. Только настоящий лидер в этих условиях мог вывести страну на траекторию устойчивого роста. Политика первого президента базировалась на семи ключевых опорах, позволивших сформировать крепкий фундамент государственности Казахстана. 1991 год. Развал экономики, кризис и разруха. Во многих бывших братских республиках вспыхивают конфликты. Уже в декабре центробежные силы окончательно развалили СССР. Беловежские соглашения поставили точку в истории Красной империи. В начале 90-х годов во многих частях Союза вспыхнули политическая нестабильность, гражданские и этнические конфликты. Казахстан также начал страдать от экономического спада и начали формироваться предпосылки для социального конфликта. У Назарбаева было свое видение, как реформировать Союз. Он предлагал, как это сделать. Если бы пошли по его пути, я думаю, что, может быть, не было и войн таких. Конец 1991 года стал точкой перелома. 16 декабря Казахстан объявил независимость. В это же время решался вопрос из-за полнения геополитического вакуума, возникшего после распада Советского Союза. 13 декабря в Ашхабаде президент Туркмении Сапар Мурат Ниязов призвал создать Туркестанский союз Республик Средней Азии и Казахстана. И в этой ситуации именно благодаря стратегическому видению, огромному авторитету и уже признанному лидерству Русланавича Назарбаева смогли избежать славянско-тюркского противостояния. И уже 21 декабря в Алмате по инициативе Назарбаева руководители союзных республик приняли историческую алматинскую декларацию. В 1992 году, 2 марта, Казахстан был принят в члены организации. По поручению главы государства, я выступила на этом историческом заседании от имени президента и народа Казахстана. Вступление Казахстана в ООН ознаменовало международное признание нашего нового независимого государства в качестве полноценного субъекта международного права и международных отношений. Вскоре после обретения независимости некоторые эксперты предрекали Казахстану дезинтеграцию и распад. Но нам повезло, что в критический период у руля государства встал Нурсултан Назарбаев. Именно институт президента стал стержнем государственности, главным гарантом стабильного развития. Обрести независимость было непросто, а укрепить независимость еще труднее. Ельбаса, отвечая на вызовы современного мира, доказал, что предсказуемыми и конкретными действиями он может реализовать долгосрочное будущее страны. Поэтому в сфере сформировалась президентская система, которая доказала свою жизнеспособность. Конечно, не все получалось сразу. Реформы шли непросто. Прошлое не хотело отпускать. Вот и принятая в 1993 году первая Конституция Казахстана оказалась компромиссом между старым и новым миром. Внедрение конституционализма в реальную жизнь казахстанцев это очень длительный, я бы сказал, поколенческий процесс. После того, как 12-й созыв самораспустился, уже тогда депутаты начали ставить вопрос о необходимости внесения существенных изменений в текст Конституции 1993 года. Этот непростой период длился с 1991 по 1995 год. Он сопровождался двумя проламентскими кризисами и двумя отставками правительства. Именно в 1995 году была принята и действующая сегодня Конституция страны. С ее принятием на смену Архаичного Верховного Совета пришел профессиональный двухпалатный парламент. Был провозглашен более эффективный принцип разделения ветвей власти. Если говорить в целом, последствия развала СССР были сравнимы с проигранной войной. Разруха была и в экономике, и в головах людей. Прогнозы на будущее самые пессимистические. Многие уезжали из страны в поисках лучшей доли. Уже к концу 90-х годов Казахстану удалось выправить ситуацию, остановить отток населения и привлечь соотечественников из-за рубежа. Казахстан встал на ноги быстрее соседей по СНГ. В чем же секрет? Главное – это сила воли и способность видеть на десятилетия вперед. Нурсултан Назарбаев даже в условиях тотального кризиса запускал сложнейшие и растянутые во времени стратегические проекты. Когда нужно было переезжать, все это сделалось очень быстро. Для многих, кто не знал самой сути, на самом деле до этого шла подготовка. Конечно, было трудно. Многие жили в общежитиях, на съемных квартирах. Было большой дефицит той же горячей воды, большое отключение света. Коммунальные сети города были на очень низком состоянии. Холодный климат. Сам себе не веришь, что такое могло состояться, когда вспоминаешь, что было вот на этом месте. Вместе с новым городом развивалась и экономика страны. Эксперты называют это мультипликативным эффектом. Именно с 1998 года пошел резкий рост экономики Казахстана. И буквально за 5-6 лет Казахстан превратился в другую страну. И вот благодаря тому, что люди поменяли свое мышление, Казахстан застали более мобильный, пришли новые технологии, инвесторы поверили, стали больше уделять внимания. Практически одновременно с переездом в новую столицу Нурсултан Назарбаев обнародовал стратегию 2030. Когда стратегия в 1997 году была определена, то сразу же практически результатом этой стратегии стали замечательные темпы экономического роста и развитие социальной сферы, укрепление институционального статуса государственной службы. Внешняя политика сыграла не меньшую роль в развитии страны. И первый вызов, который стоял перед Казахстаном – ядерное наследие бывшего СССР. В мае 1992 года Казахстан подписал Лиссабонский протокол к договору о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений между СССР и США. 13 декабря 1993 года Верховный Совет Республики Казахстан ратифицировал договор о нераспространении ядерного оружия. Доверие – важный элемент международной политики. Закрытие ядерного полигона в Семипалатинске и отказ от ядерного арсенала обеспечили мощный старт развитию государства. Руслан Абич продемонстрировал всему миру, что молодое независимое казахское государство входит в международное сообщество как миролюбивый, открытый, надежный и предсказуемый партнер. Более того, он добился у ядерной пятерки гарантии безопасности и территориальной целостности нашей страны. Только после этого Казахстан открылся миру и мир открылся Казахстану. В Казахстан пошли иностранные инвестиции, пришли технологии, пришли крупные специалисты по реформированию экономики. Международное доверие позволило решить и другой важный вопрос. Казахстан сумел урегулировать пограничные споры с сопредельными государствами. Под руководством Ельбасы эта стратегическая задача была успешно реализована. Если сравнить, много критики раздается в этом вопросе. Эта критика, я думаю, основана на неполном знании фактов и деталей. Но приведу один факт. Площадь Казахской ССР составляла 2 миллиона 717 километров, тысяч квадратных километров. Площадь независимого Казахстана сегодня составляет 2 миллиона 725 тысяч квадратных километров. Это не прирост территории путем военных конфликтов или захвата. Без доверия не было бы интеграции, а значит, экономических и культурных связей. Достаточно вспомнить инициативу «10 простых шагов навстречу простым людям», принятую в рамках СНГ по предложению Нурсултана Назарбаева. Это конец 90-х годов. Многие государства бывшего Советского Союза активно занимались своим государством, строительством, оформили свои независимости. И наметились не очень желательные тенденции отхождения, отхода этих государств друг от друга. И это не могло не беспокоить нашего лидера, который был убежден, что география сближает соседей. Как он сам выразился тогда, нам сам Бог велел жить вместе и доверять друг другу. Президент Назарбаев неоднократно говорил о том, что торговля и взаимодействие между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом неизбежно. Мы придем к этому, и, безусловно, вся дипломатия и внешняя политика направлены на то, чтобы развивать и укреплять взаимоотношения между этими крупными интеграционными объединениями. Благодаря многовекторной политике мир признал нашу страну миротворческим государством. Причем Нурсултан Назарбаев взял этот курс, еще будучи президентом Казахской ССР. В то время Назарбаев был наиболее авторитетным, уважаемым и эффективным государственным деятелем на всем постсоветском пространстве. И к нему обратились президенты Азербайджана и Армении вместе с Ельциным принять участие в урегулировании Карабахской проблемы. И уже 21 сентября 1991 года Нурсултанавич и Борис Николаевич Ельцин полетели в зону конфликта, встречались с руководителями этих республик. Одним словом, сделали все возможное, чтобы снизить накал этого конфликта. 5 октября 1992 года состоялось первое выступление президента Назарбаева в Организации Объединенных Наций на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Помню, как один из журналистов, аккредитованных в ООН, назвал это выступление попыткой заглянуть в 21-й век. Была активная и плодотворная деятельность Назарбаева во время нашего председательства в ОБСЕ. Но, конечно, самым впечатляющим и ярким венцом нашего председательства в этой организации стало проведение после 11-летнего перерыва по инициативе и под председателем Назарбаева саммита этой организации. И вот уже 10 лет скоро будет наряду с духом Хельсинки в международных отношениях теперь существует дух Астаны. Экономика и независимость – отдельный предмет разговора. Когда мы получили суверенитет, стали стремительно уничтожаться все эти вертикальные связи союзных предприятий. К 1995 году Казахстан потерял уже 54% промышленного потенциала. Ситуация требовала проведения срочных реформ. Но все осложнялось тем, что Казахстан, будучи независимым государством, не имел экономического суверенитета. Суверенитет без экономики не бывает. А экономический суверенитет без национальной валюты – это не суверенитет. В 1992 году приступили к созданию инфраструктуры банковской, новой, которая раньше никогда на территории Казахстана не существовала. Реальная экономическая независимость появилась только в 1993 году, когда Нурсултан Назарбаев вел в обращение национальную валюту Тенге. Мы экономическую независимость получили как страна только после введения Тенге. Была объективная необходимость введения национальной валюты, а с другой стороны, это было обретение экономической и финансовой независимости Казахстана. Введение Тенге ускорило проведение реформ. Уже в 1996 году экономика показала плюс. В 2000 году рост ВВП составил 8,9%. Привлечение прямых иностранных инвестиций, ноу-хау, технологии, капитала помогло Казахстану в 2000-е годы практически удвоить свою экономику. Иногда темпы роста превышали 9-10%. Это серьезный рост казахстанской экономики был. Отдельным блоком в стратегии 2030 был отражен вопрос развития транзитного потенциала. Ведь если финансы – это кровь экономики, то дороги – ее костяк. После распада СССР транспортная сеть независимого Казахстана была разбалансирована. Было затруднено перемещение из одного региона в другой. Зачастую нужно было пересекать государственную границу и проходить паспортный контроль, а пассажирам и грузам преодолевать дополнительные большие расстояния. Первый первенец был, это где-то в 98-2000 год, Аксу-Дегилен. 150 километров между Аксу, это вот Павлодарская область, и Дегилен, это Симпалатинск. По существу связали две области. Второй проект Алтинсарина-Храмтау соединил Кустанайскую и Актюбинскую область. Кроме того, Нурсултанам Назарбаевым было поручено построить более 1200 километров новых железных дорог через центр Казахстана для прямого соединения востока и запада страны. В результате строительство линий Жасказган-Биеневу и Аркалык-Шубаркуль сократило расстояние из центра в направлении западных регионов на 700 километров, что также существенно повысило конкурентные преимущества нашей экспортной продукции. В 2014 году дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры проводилось уже в рамках программы «Нурлыжо», инициированной первым президентом. Казахстан в итоге превратился в ключевой региональный транспортный хаб. Благодаря принятым мерам облик казахстанской экономики изменился кардинально. Еще одним вкладом первого президента Ельбасы стала программа «100 шагов» или «5 институциональных реформ», которые закладывают основу фундамента будущего успеха Казахстана. Это и верховенство права, создание законодательства, которое понятно и знакомо инвесторам. Международный финансовый центр уже в течение пяти лет показывает хорошие темпы роста. Порядка 600 компаний зарегистрированы. Модернизация, которую проводил Нур-Султан Назарбаев, касалась всех сфер жизни. В том числе проводилась тонкая настройка глубинных общественных процессов. В 2017-2018 годах Нур-Султан Назарбаев выдвинул ряд новых, важнейших инициатив в рамках программы «Руханье Жангеру» и статьи «Семь грани великой степи». Модернизация сознания опирается на традиции народа, отечественную историю. Знаковым в этом контексте стал указ Нур-Султана Назарбаева об образовании Туркистанской области, центром которой стал Туркистан. Этот город, который был столицей на протяжении 300 лет, здесь прошел весь тюркский мир. Мы – Великая степь, Казахская степь, золотая колыбель тюркского мира. Макжан писал, Туркистан – врата двух миров. Туркистан – колыбель храбрых тюрков. Это удел, данный богом тюркам, рожденным на прекрасной земле Туркестана. Государству и обществу предстоит работать над тем, чтобы казахский язык стал языком межэтнического общения. Он может и должен стать объединяющим фактором, еще более укрепляя единство и согласие казахстанцев. Политическая модернизация – не менее важная часть развития страны. Она проводилась по мере готовности экономики и общества к преобразованиям. Ключевые вехи – это конституционные реформы 1998, 2007 и 2017 годов. В частности, конституционная реформа 2017 года позволила передать часть властных полномочий от президента к парламенту и правительству. Логика здесь железная. Сначала нужно реформировать общественные структуры, реформировать порядок формирования органов, получить новый состав парламента. Процесс модернизации в конечном итоге коснулся и высшего управленческого звена. 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил себя в президентские полномочия. В истории страны 19 марта 2019 года навсегда останется как день передачи власти в соответствии с Конституцией. Это ключевой момент разумной политики, проводимой на протяжении 30 лет. Это был переход власти в условиях преемственности, стабильности и развития. Состоялись всенародные выборы. Президентом страны избран Касымжумарт Кемилевич Тухаев. Таким образом, открылась новая страница в истории развития казахстанской государственности. Нурсултану Назарбаеву было предначертано стать во главе нашей страны в сложнейший период отечественной истории. Первый президент стал основателем современного казахского государства, взяв на себя ответственность за судьбы людей. И важно, что Касымжумарт Тухаев обеспечивает преемственность курса Ельбасы. Курса, который сделал нашу республику уважаемой во всем мире, а народ единым. Редактор субтитров А.Семкин